здравствуйте дорогие друзья вы знаете вот когда читают тору многие думают что это предание старины но на самом деле все касается нас никаких нет разницы ничего все тора актуальность сегодня как вчера и все переплетены все родственники все знакомые вот давайте смотрите написано в книге заар мы знаем что не все дети и тро о которых описывалось много раз уже согласились партигию один из них вернулся к дялам своих отцов и звали его как балак царь мама это сын и тро рассказывает что балак был большим колдуном и чародеем большим чем белом рассказывает что звался он балак сын цепора потому что для козлодовства использовал птицу цепор и цепор кстати одной из имен и трое и балак был сыном и трое братом цепоры жены машера байо вот такие родственники все содержание недельной главы балак еще раз напоминает нам что главное в нашем мире что отгадайте раз-два-три существование наше определяется одним расположением к нам творца мира все остальное это кажется как бы не были страшные направлены против нас планы какие бы народы или люди ни сколько бы ни старались уничтожить и все будет тщетно если все вышли с нами и никакие колдовство никакие проклятия не принесут ну казалось бы значит надо искать с утра до вечера расположение творца но люди от нас требуется что мы хранили любовь к творцу постигали его мудро и шли его путями и что мы это делаем как и много лет назад на пути к заповеданной стране евреи должны были пересечь моав эта история этой недельной главы но балак царь моава закрыл границы он знал что евреи не собираются оккупировать его страну он знал что они пройдут и заплатят за воду но он не мог так пережить это всего его вот он был антисемитом внутри вот просто ненавиделся надоело написано жизнь моаву из-за сынов израиля пригласил известного колдуна белама чтобы они прокляли евреев вместе и вот они начали работать когда мы читаем эту главу тора вы можно провести аналогию с нашим временем они как вас стали из бездны все и пытаются вместе одни потомки этого балака белама там в америке в исламах ислама использовать против евреев вот то же самое что использовали наши недельные главы чем боролись словом они применили сейчас применяется тот же самого как говорят проклятие прессе через массовую информацию через чтобы убеждать народу что вот вот так вот на иврите слово довар это слово да и одновременно ледобер это говорить и вещище довар да то есть высказанное слово материализуется и становится вещью инструментом который человек использует по своему усмотрению есть слова которые убивают есть слова которые возрождают жизни люди издавна пытались победить своих врагов проклятием тора признает действия прокладки благословений прямо написано это вследство влияния на мир и будет когда сбудутся на тебе все слова эти бракословения проклятия так далее то есть смотрите что происходит давно давно нет мало медьяна мы с вами живем сохраняем свои традиции во враждебном мире на прекращающийся террор соседей израиля они ненавидят по прежнему так же потому что в их руках не только бомбы они распространяют бесконечную ложь и сейчас было что сказал когда был понял что победит ненавидит бог этих разврат вот тут и бей да и сейчас все великолепно через там телевизор через радио все великолепно много поспособников как всегда было и внутри народа был земли который гордился своими общественными сексуальными успехами дал другой пример евреям дурной пример и в наши дни вот эти вот как это сказать парады гордости чтобы они все это там это эпидемия она разгорается вновь и нам сказано недельной главе люди что вы делаете если будет вот так то будет вот так как только прошел парад гордости в Иерусалиме мы получили седьмое число и десятки убитых сказал Балат Беламу бог этих ненавидит разврат и ты должен вести их грех вот этим они и занимаются расшатай написано устроил устой скромности и лишивших защиты творца и тогда они попадут без войны в это же не дай бог только все написано нельзя пренебрегать всеми средствами военными государственными экономическими дружественными говорят мудрецы но если мы хотим что они принесли плоды необходимо сделать чтобы творец нас защищал это как страну как человека как семью все если творец не защищает город напрасно трудятся строители и можно сделать это только с помощью раскаяния исполнение заповедей вот урок авторы такие как мы с вами слушаем и не вбивать клин между нами и творцом грехами и даже особенно сегодня смотреть за тем что пытаться как-то спасти детей из этого сумасшедшего мира немножко убрав их от тех раздражителей и мы должны понимать что написано что это верно для каждого и как всегда человек должен трудиться чтобы заработать но иногда ему кажется что если он нарушит волю творца то выиграть от этого а если пойдут слушать урок тор и потеряет это ошибка он подобен тому кто послал армию отреагировать и потерял из-за этого защиту даже если он выиграет в малом проиграет в большом брахавая слаха творцу обращать надо сердце и тогда победим всех